А сейчас будем, как всегда, находить тайное в явном, явное в тайном, с Майклом Мелеховым. Он уже приготовился. — Находить, приготовился. Уже нашел практически. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио «Резонанс». Мы с вами находимся в городе Чикаго. И время три часа. Суббота. Это начало нашей программы «Тайное и явное». Меня зовут Майкл Мелехов, руководитель Центра «Сангейтс». И сегодня на связи Россия-Москва и парапсихолог, экстрасенс, медиум, гадалка, художник и еще полсотни других эпитетов. Специалист Центра «Сангейтс», один из главных экспертов. Их всего четыре ассоциации. Особая ассоциация у нас уже создана на базе. Ассоциация «Солнечные ворота» или «Человек счастливый». Зовут нашего эксперта, который сегодня помогает мне, Елена Порецкая. И мы совсем скоро с ней начнем общаться. Ну а пока, дорогие друзья, у вас есть возможность задать вопрос Елене Порецкой. И телефон нашего эфира, прямого эфира 847-595-0904. Телефон, простите, это Dash SMS. А телефон прямого эфира 847-498-3367. Повторяю, телефон, смс, вопросы можно задавать и Чикаго 1330. Там тоже есть такая возможность. Но смс 847-595-0904. Дорогие друзья, вы даже можете посылать это из другой страны, из любой другой страны. У нас есть такая уже возможность принимать эти все ваши вопросы. Ну хорошо, тогда мы поехали 4 ноября 2017 года. Я начну буквально пару слов сказать об этом дне. Дело в том, что день очень серьезный, надо сказать, 4 ноября. Положение светило на небе в этот день. Люди, которые родились 4-го, кстати, не только 4-го ноября, но 4-го, 13-го и даже 22-го ноября, 31-го ноября, немножечко особняком стоит, но вот эти люди, они находятся под влиянием Урана, Солнца и Марса в созвездии с зодиакальным Скорпионом. Ну и вот тут очень серьезное сочетание этих планет, и это очень сложный и необычный характер этих людей, которые родились вот в эти дни. То есть, вообще-то говоря, это одно из самых своеобразных событий именно конкретно в этом зодиаке, то есть Скорпионе. Но дело в том, что Уран и Марс – это планеты, которые символизируют разрушительные стихии. Уран – это мы говорим сейчас о западной, будем так говорить, астрологии, современной астрологии, но четверка – это, вообще-то говоря, планета Раху. Или это северный узел, восходящий узел Луны, и люди, которые родились 4-го, любого места, кстати, 4-го, 13-го, 22-го и 31-го числа, они находятся под влиянием вот такой интересной планеты. И Раху – это невидимая планета, она не имеет массы, но там очень своеобразное сочетание качеств и черт характера, которые могут деструктивно оказывать влияние на человека, но в то же время это дает возможность очень каким-то серьезным реализациям. Опять же, стоит следовать, вспомнить человека, который родился 22-го числа, ну, все, наверное, знают, 22-го апреля, кто у нас родился давно, и который как раз-таки сделал вот это, можно сказать, великое событие, Октябрьскую революцию. Ну, вот, скажем, вот такими качествами могут обладать люди, которые родились именно в эти даты. Ну, интересно, об этом числе говорили таким образом, ну, конкретно об Уране, то есть, особенно, если это находится еще и Скорпионе, то есть, Уран и Скорпион, у них, в общем, огромное такое влечение и склонность к каким-то научным исследованиям. Ну, вот, это то, что свойственно всем Скорпионам. Ну, и это таинственность какая-то, то есть, в то же время, в плохом состоянии, если это находится планета у человека, то это коварная какая-то такая даже предательская натура. Ну, и им присуща вот такая чувственность и даже страстность. То есть, вот эти люди, они особенно, скажем, если мы говорим о мужчинах, то у них вот такая есть чувственность и страстность, ну, к противоположному полу. Это как раз в тему того, что вот я недавно прочитал о том, что, оказывается, Кевин Спейси, еще очередная, будем говорить, ну, не знаю, жертва или нет, но он был снят с карточного домика, House of Cards, потому что вот примерно та самая ситуация, которая была с Харри Вайнштейн. Примерно, да. Ну, хорошо. Давайте мы тогда, наверное, вернемся чуть попозже, но давайте поговорим с Еленой. Дело в том, что Елена парапсихолог. И вот какая ситуация. Мы часто кто-то, ну, кто хочет такие вещи выяснить, берут какие-то, скажем, консультации. Консультации берут у астрологов, так? Астрологи, астрологи, там, нумерологи, к примеру, да, хироманты. Ну, то есть те люди, которые то ли по звездам читают, то ли знают самые сильные и самые слабые качества человека и их периоды. Вот периоды, которые у них, может быть, сильные и слабые. Ну, вот человек взял такую консультацию, ему рассказали про него, ну, все рассказали про него, и все здорово, замечательно, он уже все знает. И вот теперь настает момент, когда ему как-то надо это все практически применять. Ну, вот ему говорят, у тебя есть вероятность, очень серьезная вероятность того, что с тобой что-то случится, может случиться, там, в феврале месяце 2018 года. Ну, что он должен делать тогда? Ну, что, не поможет все равно, все равно он должен куда-то выходить на улицу, чем-то он должен заниматься. И, как бы, вот предсказание, оно работает против человека. То есть, как бы, человек сказали, он начинает об этом думать. И вот вопрос. Если это да, таки да, правда. То, Елена, обращаясь уже к вам, во-первых, вопрос самый главный, что такое парапсихология, чем она отличается от психологии. Второе. Как помочь человеку с точки зрения парапсихологии? Здравствуйте, во-первых. Ну, здравствуйте всем. Доброго времени суток. Значит, парапсихология – это наука, по сути, о душе, я бы сказала, человеческой. То есть, мы работаем с людьми как бы больше через душ, через сознание, ментальность, но в то же время с паранормальным уклоном. Поэтому, как бы, когда в России начали всех называть у нас экстрасенсами, я очень против этого названия, потому что экстрасенс – это тонко чувствующий человек, сенситив. И это не профессия. А парапсихолог – это специалист эзотерических практик, который вмещает в себе комплекс услуг, которые он может оказывать населению, допустим, на эзотерическом поприще. И парапсихолог может, допустим, быть и хиромантом одновременно, и гадалкой, или гадателем, в то же время целителем. То есть, также он может быть и астрологом. То есть, это как бы совокупность нескольких данных профессиональных в одном специалисте. Универсальность такая. Если взять насчет предсказания. Астрология, она как бы по звездам, да, вот они немножко фатальны, они могут ставить определенные позиции. Я сейчас говорю об астрологии, которая на уровне ясновидения, да, то есть совмещение вот этих двух принципов, они просто по программе, там вот есть люди, да, там посчитали, или журналистская астрология. Это все разные вещи. То есть, если взять того же Нострадамуса, он был именно астролог с зачатками, ну, с основами ясновидения, то есть он чувствовал, да, видел людей. То это может дать действительно фатальный процесс в плохом предсказании, который кому-то кто-то что-то сказал. Но все равно, опять же, любая фатальность, она исходит от чего-то. То есть, почему человек родился под такими, допустим, звездами? Потому что у него такая карма, да, которая заложена была с прошлой реинкарнации, опять же, с людьми, в которой семье он родился. И вот это все, опять же, совокупность всего этого, она позволяет уже смотреть, что у человека по гороскопу выпадает, да. И все равно даже астрология, она не всегда говорит, что фатально вот будет такое-то событие. Она предполагает, что да, вот там звезды так совмещаются, что вам надо быть осторожней. То есть это такой нефатальный прогноз, я бы сказала, да. Вот. Опять же, от качества жизни самого человека, от позитива или негатива в нем, что больше преобладает, от элементов порчи, сглазов и так далее, да, или родовых каких-то негативных, ну, вещей, у человека формируется это либо в абсолютно фатальную ситуацию, где в итоге он, как ему и сказали, и закончит, да, какую-то реинкарнацию свою, либо все-таки он пойдет к парапсихологу и будет искать возможность изменить ситуацию. То есть, ну, как бы снять негатив, это называется сейчас, да. Да, вот. Опять же, под негативом мы подразумеваем не фотообраз, да, не фотосмысл, а именно снятие порчи с глаза приворота, проклятие родовых негативных воздействий, да, которые были сделаны на родителей. И каждый человек, каждый человек, если взять любого человека, он состоит из этого всего, по сути, да, и плюс реинкарнационное, да, то есть бывает, что, ну, как бы можно точно понять, что человек в прошлой жизни был, допустим, тем или иным человеком. И только потому, что вдруг вот у меня были такие случайные сеансы, где я вдруг понимала это, видела, потому что человек вот сейчас на данный момент вот с такой-то проблемой ко мне обратился. То есть это как бы ещё и оттуда идёт у нас, у всех. Елена, вы сказали о том, что есть разница между экстрасенсом и парапсихологом, но не является парапсихологом в то же время экстрасенсом. А экстрасенсом... Нет, парапсихолог является экстрасенсом, но это свойство. А экстрасенс не может быть парапсихологом, потому что это, по сути, мы все экстрасенсы в той или иной мере. У всех хорошо работает или плохо интуиция. Бывает, что человек понервничает, и, извините, электричество может, лампочки взорваться. Это может быть сплошь и рядом. Бывают такие люди, которых, допустим, вообще предметные абсолютно, и даже у них это по-своему, но проявляется. У них это обычно бывает звериная такая интуиция. Вот. Поэтому экстрасенсы — это просто тонко чувствующий, сверхчувствительный человек к людям, к природе, и кто-то на погоду реагирует, да, это метеозависимые люди. Но они тоже чувствуют перемену погоды, по-другому если перевести. А парапсихолог — это человек, который обладает знаниями по выведению людей из определённых негативных воздействий. Понятно. Хорошо. Ещё раз, дорогие друзья, я повторю, вы можете задавать любые вопросы Елене Порецкой. Она является практикующим астрологом, парапсихологом, простите, который как раз-таки работает с человеком и пытается избавить его от тех проблем, которые у каждого из нас, естественно, есть, в том числе кармические какие-то связи и узлы. Елена, ну вот есть мнение, с моей, кстати, тоже точки зрения, любая болезнь, она является кармической. Вот что такое кармическая болезнь и излечима ли она? Ну, я бы, наверное, не так сказала. У каждого человека, когда мы рождаемся, да, все, у нас есть какие-то слабые места. То есть это, опять же, предопределено прошлой реинкарнацией, да, это предопределено тем родом, в котором человек родился, то есть какие-то родовые взаимосвятия болезненные, да, и также, опять же, правото или неправото у человека в прошлой реинкарнации или по отношению к тем людям, у кого он родился, да, и также это идёт уже от набора того или иного негатива, который, опять же, ложится на слабое место. Ну, по сути, да, это кармически любая болезнь, она прежде всего заставляет человека остановиться и подумать, начиная с обычной простуды, вспомним, да, все. Вдруг человек там работал, работал, и вдруг вот он свалился там. Причём люди, которые абсолютно вроде не болеют, они намного тяжелее переносят любое, даже маленькое простудное заболевание, потому что у них нет навыка такого активного сопротивления болезненным процессам в теле, они это не преодолевать труднее умеют. И бывает момент, что, вот, опять же, тут надо остановиться. Если вдруг человек там работал как лошадь, и вдруг он приболел, здесь надо обратить внимание, что заболело, потому что обычно начинает болеть слабое место. Опять же, бывает у кого-то это с рождения, у кого-то гороскопно, да, там говорят, вот у каких-то знаков какие-то места слабые, да. И мы все, читая это, мы понимаем, да, это совпадает у того или иного гороскопного знака, да. Вот. И потом действительно простужается в том или ином месте, потом это идёт по нарастающей, где-то там, ну, допустим, человек в 6 лет где-то что-то у него заболело, застудился. Там, допустим, в 15-18 пошли процессы, которые стали усугублять это дело. То есть тут бы как бы обратиться, опять же, да, к целителям, к врачам, там, медикаментозной или фитотерапии, или гомеопатии. Тут бы как бы человеку обратиться, там, озаботиться причиной, да, почему это произошло. Это бывает с глаз у ребёнка, да, его вот сглазили, и всё, и человечку не везёт. Ну, то есть комплекс, опять же, всяких вот моментов бывает. И у человека потом проявляется с возрастом. Люди, которые не обращают внимания, а как бы достаточно предметно лечат фармакологическими средствами, с возрастом такие люди просто из одного заболевания перепадают в другое, потому что, ну, химические лекарства, они разрушают одно, лечат другое, это всем известно, да. И отсюда уже человек запутался, откуда у него всё пошло. То есть даже если такой человек захочет что-то менять, ему будет там, извините, ну, 80 лет там, вот я знаю людей, кто абсолютно предметные люди, им очень трудно поменять мировоззрение, а болезни идут из того, в чём он там что-то не так делал, где-то перенагрузку лишнюю на организм взял. Вот. И опять же, всё-таки нужно вовремя останавливаться, да, вот в плане, если вы чувствуете недомогание, то лучше, как это называется, предвосхитить эту болезнь, или как это, ну, когда вот заранее... Предупредить, да. Предупредить, когда заранее вы профилактику вот сделайте какую-то там, пожалуйста, зимний период, вполне можно заваривать себе имбирь, который вообще прекрасно действует на всё, там, или ещё какие-то разновидности. То есть просто нужно собой заниматься. Беда нашего населения сегодняшнего в том, вот я вам сразу всем скажу, да, что записав рецепт, как излечить себя там от чего-то или какой витаминный напиток надо себе каждый день делать, человек автоматически это всё забывает, там, это где-то копится в фейсбуках или в записных книжках, и люди потом не возвращаются к этому, потому что сегодняшний бег времени просто не каждому человеку даёт, возможно, заглянуть опять туда, где он, ну, сохранился и сказал, да, я потом там загляну. Так вот, лечиться, лечиться люди практически не умеют. То есть лечить начинают уже следствие, а не причину, когда эта проблема уже перетекла в какой-то корень в квадрате, когда уже там надо чуть ли не хирургические иногда вмешательства, понимаете? И вспоминать начинают о том, что это так уже только в этом случае, понимаете? Понятно. Хорошо. Ну вот, Елена, у нас есть практические вопросы. Дорогие друзья, наша передача транслируется по интернету. Ну, Елене Порезкой, в принципе, нужна бы и фотография, поскольку она энергетически связывается с человеком по фотографии, поскольку фотография есть фантом или энергетическая сущность человека. Есть люди на Земле, в восточных странах, они по фотографии, собственно говоря, делают диагностику и определяют абсолютно точно, чем человек болен. Не надо никаких обследований, не надо никаких рентгенов и так далее. Ну, какие-то специализации, конечно, где-то надо, какие-то узкие там. Они направляют, короче говоря, к врачам узких специализаций. Ну, примерно так же ведут себя и делают это парапсихологи. Но, тем не менее, у нас сегодня нет картинок. Мы сегодня голосом разговариваем. У нас есть несколько вопросов. Вот я их читаю на Ютюбе, повторяю, трансляция эта идёт впрямую на Ютюб через центр Сан-Гейтс. 28-го, 7-го, 28-го июля 1970 года по поводу интуиции. Вот такой вопрос я выбрал. Что можете вы сказать? А имя человека есть? Имя человека, по-моему, нет. А, нет, Лилия, Лилия. О моей интуиции Лилия её зовут. Лилия, да? 70-й год. Лилия Карелова. 28-го. По-моему, я рассматривал эту Лилию Карелову. Но, тем не менее, вы не рассматривали. 28-го июля 1970-й год, да? Ага, хорошо, сейчас. Так, по поводу интуиции она спрашивает. Угу. Ну, человек живёт через сердце практически, да? То есть каким-то своим близким кругом. Достаточно сложная ситуация, может быть, финансовая, даже на данный момент времени, или вообще по жизни периодически. Очень бывает авторитарно в своём видении. Действительно, интуиция присутствует, но человек не всегда грамотно это видит. Это бывает иногда чертой настроения. То есть здесь, возможно, нужно человеку как бы разделять. То есть, опять же, она может в плохую сторону увидеть, может в хорошую. Иногда для самой себя у неё не всегда интуиция работает. Опять же, это из-за того сложено, что она такой человек, ну, не очень уверенный в своих каких-то внутренних способностях. То есть либо у неё это на начальной стадии, как бы вот она озадачилась этим вопросом, либо всё-таки это было и раньше, но сейчас это более осознанный период. То есть человек, когда человек интуицией занимается, развитием интуиции осознанно, у него другой этап идёт развитие. То есть она уже так не работает, как раньше. То есть это новые наработки идут. В принципе, она такой творческий человек, любит, ну, как это вдохновение ей нужно. То есть, ну, есть какие-то проблемы сейчас. Опять же, тут с финансами выпадают. И всё-таки пробойчики по личной жизни идут из прошлого. Возможно, тоже, кстати, родового характера. Это связано с родителями. Возможно, по женской линии, я бы так сказала. Потом она ещё в каком-то состоянии выбора. Ну, либо сейчас находится, либо вообще. То есть у неё, возможно, даже сейчас идёт некое какое-то то ли подсиживание, то ли негатив от людей, вот с кем она часто общается. Это либо работа, либо, может быть, какое-то другое окружение. И присутствует тут, опять же, нехватка знаний. То есть человек очень много может знать, но при этом она не знает, для чего ей столько всего. То есть она может хаотично набирать знаний, и у неё за счёт этого та же интуиция будет работать, соответственно, этим знаниям, которые могут повезти и не туда. То есть она очень интересующийся человек, впитывающий в себя много. За счёт этого у неё бывают проблемы. То есть зависает сознание, и как бы, да, проблемы немножко в личной жизни, в сексуальной сфере присутствуют. Ну, и, возможно, по мужской линии то, что как бы идёт, связано с её мужчиной в жизни, какой-то мужчина у неё был связан там, приворот или воздействие на семью негативное было. Это либо отец, либо это всё-таки её партнёр по браку был какой-то. Ну, что-то шло вот нехорошее. Может быть, даже это с отцом связано. Вот какой-то негатив родового очень сильно характера там присутствует. Ну, как бы так вот. Ну, я могу добавить, с моей точки зрения она есть. Без сомнения она есть, интуиция. Но тут есть момент. Во-первых, опять же, интуиция для чего? Удача. Удача. В принципе, можно играть в лотерейку и выигрывать, потому что здесь есть способность просто действительно чистая удача. То есть такие люди могут быть удачливы. Но тут есть момент очень серьёзный. Очень и очень обострённое чувство справедливости. И вот так вот правду матку в глаза, невзирая ни на что. И если неправильно, если это не соответствует вот этому чувству справедливости, человек будет испытывать очень серьёзный дискомфорт. Это будет отражаться на физическом состоянии. И это будут, естественно, болезни. И предрасположенность с болезнью без сомнения есть. И я согласен с Еленой. И это касается сексуальной жизни. Здесь есть без сомнения проблемы. То есть много партнёров, будем так говорить. И желание общения с противоположным полом без сомнения присутствует. Причём выбор довольно большой. И, соответственным образом, ну, тут сами понимаете, что можно ожидать от этого. Но, в принципе, как бы семьи... Но она может быть, а может и не быть. Тут не особое стремление иметь семью. Вот эта составляющая семейная, она достаточно низкая. То есть, а зачем мне это надо? Если мне надо, я найду себе и так далее, и так далее. Общение во всех смыслах. Поэтому, конечно же, тут серьёзные моменты. И что ещё? Не перетруждаться. Ни в коем случае физически не перетруждаться, будет отражаться на здоровье тем более. Ну, вот примерно вот таким образом. Это то, что я мог бы сказать. Ну, у нас есть ещё несколько минут до рекламной паузы. Поэтому я могу сказать... Елена права. Да, вот у нас... Елена, вы правы. По поводу... Не знаю, правда, кого, но вы правы. Я ещё хотела добавить, что у этой женщины идёт какой-то навес от женщины пожилой, которая очень либо влияет на её жизнь, либо... Ну, вот это давно, может быть, что-то есть. Ну, какая-то такая вот женщина, которая может влиять на её жизнь, постоянно присутствует в её сознании. Это может быть родственница, может, знакомая. Но она постарше. Понятно, понятно. Дорогие друзья, это идёт вопросы у нас. Пока нет вопросов в эфире. Это идут вопросы у нас по интернету. От тех людей, которые знакомы с Еленой Порецкой. И они очень хорошо знают, на что способна Елена. Поэтому эти вопросы и задают ей. Есть вот... Человек спрашивает про детей. 15 сентября 2000 года... Ну, мы коротко отвечаем, поскольку вопросов действительно много. И у нас впереди ещё программа. 15 сентября 2000 года не написаны... Это юноша, это мальчик, да, которому будет 17 лет... Уже было 17 лет. Ну и девочка. 11 апреля 2008 года. Так, давай с юношей. Я так запутаю. Давай с юношей. 15 сентября... Говори про юношу. 15 сентября 2000 года. Так, юноша. Ну, достаточно нервный человек внутри. Очень много переживает внутри. Как это сказать? Тонкая какая-то организация. И какие-то переживания семейных проблем на нём присутствуют. То есть он... Я бы сказала, что он может внутри накапливать нервное вот это напряжение от каких-то ситуаций. У него потом может быть выброс какой-то не очень хороший. То есть либо человек перегружен учёбой. Ну, в любом случае, какой-то идёт навес у него психологического больше проблем по здоровью. Они как накапливаются. То есть здесь нужно обратить внимание родителям. Потому что, скорее всего, идёт перегрузка по информации, которая сильно давит на него. А каково предназначение? Ну, пока я бы сказала, что тут очень большие амбиции. Склонность есть к семейной жизни. То есть по жизни этот человек будет искать себе партнёршу, чтобы жить в семье. Дети, семья. То есть у него это присутствует. Но не сейчас, это будет позже. С дружбы особо я не вижу. Почему-то ощущение, что ребёнка могут сильно опекать. Ну, он не ребёнок, а его как ребёнка видят. Немножко не считается, может быть, чём-то с его мнением. И у него идёт очень, бывает такое отторжение родителей. Предназначение идёт, склонность к работе с людьми. Но за счёт того, что сейчас как бы его слишком, может быть, близкие подавливают, какое-то давление идёт от близких, он в закрытом состоянии достаточно. То есть он мечется, то есть в какой-то степени он ещё не знает, что он хочет. Я бы сказала, может быть, компьютерное что-то. Это может быть программирование, дизайн. Он прагматик, он человек, который творческий, но через предметное... Елена, прошу прощения, нам показывают у нас рекламная пауза на радио. Ага, хорошо. И мы вернёмся после рекламы, дорогие друзья. Спасибо. Хорошо, дорогие друзья, мы снова с вами. И мы продолжаем нашу программу. Называется она «Тайная явная». И у нас на связи Москва, Россия, Елена Порецкая, парапсихолог, экстрасенс. И мы сейчас можем отвечать на ваши вопросы. Телефон прямого эфира 847-498-3367. Телефон, куда можно послать смс, 847-595-0904. Перед рекламой мы про детей говорили. Ну, могу добавить просто по поводу этого юноши. Творческая личность, надо сказать. Действительно творческая личность. И качество у него серьёзное есть, но их надо нарабатывать, эти качества. То есть он довольно структурирован, он хорошо прогнозирует, точнее ставит себе цели. Он знает, что он их может добиться. То есть примерно во второй половине, ещё через примерно столько же лет, он может за собой повести массы. Большие массы он способен. На это качество у него есть лидерские позиции. А сегодня он творческая личность. Рутинная работа ему противопоказана. И, в общем-то, ну не знаю, полагаю так, что он склонен к тому, чтобы слышать музыку. Ну и чувствовать гармонию, наверное, природы и всего остального. Ну, его предпочтение вам лучше, естественно, знать. Ну, вот таким образом. Но у нас есть ещё девочка. 11 апреля 2008 года. Елена? Так, 11 апреля. 2008. А имя нет? Имя девочек нет. Девочки и мальчика тоже нет. Ну, может быть, нам напишут. Да, сейчас, так, девочка, 2008, это ей получается сейчас немного лет ещё, да? Ну, 9 с половиной. Ну, как ни странно, девочка озадачена каким-то процессом влюблённости и интересуется не то же мальчиком, но вообще вот как бы романтика, как романтичная достаточно девочка. У неё есть проблемы непонимания. Девочку зовут Мария. У неё есть какие-то внутренние проблемы, то есть она не всё говорит в семье, то есть какие-то вещи она прячет. То есть, возможно, есть какое-то непонимание по каким-то вопросам. Это уже родители должны на это обращать внимание. Беспокоят её какие-то проблемы в семейном доме. Если мальчика почему-то беспокоили деньги тоже, кстати, то девочку это не беспокоит. Её больше беспокоит, ну, то есть она ещё ребёнок такой, она об этом не думает. Ну, у неё вообще как бы стремление иметь хорошие деньги, возможно, желание путешествовать или куда-то поехать у неё присутствует. Достаточно она авторитарно бывает в своих каких-то желаниях, и она человек, который может построить карьеру из какого-то образовательного цикла. То есть она в любом случае могла бы этого добиться, но сейчас у человека какой-то сбой. Опять же, в чём проблема этой девочки, я бы сказала, в будущем, что из-за любовных переживаний каких-то она может сбой делать в рабочем процессе. То есть она всё воспринимает через сердце. И если, допустим, в дружбе или в любви она будет получать какие-то не те результаты, которые ей бы хотелось, она будет получать проблемы по здоровью, проблемы в карьере и так далее. То есть это человек, живущий через эмоции какие-то. Но при этом она их скрывает сейчас, такой начинающийся подростковый возраст у неё. И творческий тоже человек способен рождать какие-то результативные процессы. Опять же, возможно, ей всё-таки лучше идти в прагматичное направление, где она сможет себе составить какую-то базу, за счёт которой она уже потом сможет добиться чего-то в творчестве, если она захочет. Опять же, тоже, да, вопрос о деньгах у неё почему-то тоже стоит. Возможно, в семье какая-то сложная ситуация была с деньгами через бумаги. Ну и сейчас у неё есть какое-то непонимание среди сверстниц, я бы сказала, даже девочки. Возможно, идёт негатив или зависть от какой-то девочки, с кем она, может быть, дружила, но потом какой-то пошёл разлад у них. Достаточно амбициозная. И самое интересное, что она такая артистичная в чём-то может быть. Её амбициозность и артистичность подогревают родители. Ну, как бы они любуются ребёнком. Тут немножечко надо не избаловать всё-таки. Наверное, надо дать такое какое-то более... Не залюбливать, вот я бы советовала. Не залюбливать, понятно. Да, не залюбливать. Хорошо. Я хотел бы... Сейчас не буду спрашивать у Елены вопрос по поводу вашего зятя. Дело в чём. Дело в том, что у него характер не просто нордические стойки, а сверхнордические сверхстойки. То есть это просто на редкость авторитарный характер от природы. Уж не знаю, как он с ним работает. О чём идёт речь? Речь идёт о том, что по здоровью тут уже видно, что у него проблемы. Ему категорически не рекомендуется перегружаться, перетруждаться, поскольку будет отражаться. В первую очередь на системе сердечно-сосудистой и сосудов, возможно, головного мозга. Поэтому вам надо этот вопрос учитывать, если он готов это принять. Потому что он не будет слушать никого. Он будет считать, что он знает всё и будет делать именно таким образом. Ну, сами понимаете, чем это может обернуться. То есть человек не допускает о том, что он может ошибаться. А у него есть очень сильная энергия, очень энергичный человек, который готов работать, но перегружает он себя. И думает он слишком много. И головные боли могут быть. Ещё раз, сосуды головного мозга и сердечно-сосудистая система будет подвержена в первую очередь. Если не сейчас, то будет потом. Имейте это в виду. Дальше. Но это я, Лена, отвечаю на вопросы, которые были до этого. Да-да, то я прям зависла даже. Да-да-да, это не к тебе вопрос. Так, значит, вот смотрите. Предназначение мальчика, ну, я не знаю, мальчика, которому только лишь пять лет, этому мальчику, то есть 9 июля 2012 год. Каково может быть предназначение? А как зовут, не написали? Ярослав зовут. Так, Ярослав, пять лет, да? Да. Сейчас. Ну, очень, как это, любит мир, я бы сказала. В принципе, в любви рождённой. Но сейчас немножечко идёт какое-то сопротивление миру или отрицание чего-то. То есть это, опять же, период взросления. Как бы он в чём-то агрессивный, может быть, да? Ну, такое ощущение, что какие-то вот его, наоборот, деловые качества, они как бы подавлены, а вот какие-то агрессивные подпитаны. То есть немножко нарушен процесс воспитания. Он неправильно понятия, ну, как бы в своей голове какие-то расставляет. Здесь родителям надо обратить внимание, что если они будут подпитывать какие-то конфликтные его позиции, то он будет агрессивным по жизни, да, как бы человечком. То есть им нужно всё-таки подпитывать, поощрять или замечать только более хорошее проявление поведенческие, чем вдруг на какие-то истерики или несогласия или конфликты. Ну, он двойственный человек, он может обманывать. То есть, ну, опять же, тут нужно разделять. Я даже бы сказала, что он в чём-то фантазёр, наверное. То есть он может какие-то свои миры придумывать сейчас. И я бы сказала, да, у него склонность, может быть, в будущем к писательской деятельности. Возможно, тут идёт негатив опять родительского характера, какой-то негатив на мужчину в семье достаточно сильный. Склонность у него, может быть, в будущем работать с людьми, но для этого нужно дать направленность. То есть, опять же, сейчас у него достаточно много всяких каких-то способностей. Он достаточно, ну, я бы не сказала, что он там индиго, я бы сказала, что он просто достаточно развит. И экстрасенсорно тоже. Но родителям надо дать направление посмотреть, где, что ему сейчас не то, что лучше даётся, а что будет и в перспективе хорошо для него. Потому что не всегда нужно давать только то, что лучше даётся. Может быть, даже какие-то вещи, которые ему слабо даются, надо учить его преодолевать. То есть, если этого ребёнка не научат использовать качественно, свои качества души и характера, то из этого человека вырастет эгоист. Поэтому я бы советовала... Лена, всё, спасибо. Да, спасибо большое. Вопрос такого характера, это как раз-таки, по-моему, твоя тема уже. Вот женщина 23 сентября, 23 сентября 1948 года. У неё онкология была, ей делали уже когда-то операцию, а сейчас опять та же самая история. Уже не знаю, там или не там. Но вот повторно предлагают повторную операцию. Вопрос, делать или не делать. Родственница спрашивает об этом. Ну, вначале перераскажет, потом я буду сказать. Во-первых, я сразу скажу, что такие вообще вещи я не имею права даже говорить. Если врачи предписывают делать, то это не моя компетенция запрещать или разрешать это. Тут право выбрать самого человека. Это я сразу скажу. Так, как её ещё раз зовут? Зовут Мария. Мария. 23-го. Да, 9-го, 48-го. Ну, я могу быстренько сказать, пока Лена анализирует. Дело в том, что мне, с моей точки зрения, Мария не занималась, не знаю, работает она сейчас или нет, но не занималась не своим делом. У неё совершенно чёткая предрасположенность к определённому виду деятельности. Если человек не занимается своим делом, то инцентивно происходит несогласие, недовольство и понимание того, что человек делает не то. И человек идёт против природы, короче говоря. Есть определённая чёткая система и предназначение – это одно из главных вещей, что мы должны делать в нашей материальной жизни. Если мы не следуем этим правилам, я бы даже сказал законам, то понятно, что мы будем получать какие-то серьёзные сигналы и какие-то серьёзные даже болезни. Ну вот, видите, болезни тяжёлые, в том числе, естественно, онкологические, это болезни только кармические. Ну, тут есть, надо смотреть, короче говоря, род. С моей точки зрения, по роду были какие-то там нюансы. Наверное, по отцу, скорее всего, и дальше его, по его ветке, по его родителям. Ну вот, Елена, наверное, скажет больше. Так, Мария. Да. Да. Ну, у неё все проблемы по здоровью начались из детства. То есть это то, что сейчас происходит, это накопление. Потому что у неё отголоском её семейной детской ситуации, её родители, оттуда идёт негатив, который лёг в основу того, что она сейчас как проблему по здоровью имеет. Человек, ну, как бы Мария, она сама набрала вот этот негатив. В каком плане? Она очень переживает за всех. То есть такой человек, который готов кого-то выслушивать. То есть её беда в том, что она в себе очень много набрала чужих проблем. То есть то, что у неё сейчас как заболевание, это просто накопление того, что она собрала с других людей. Она достаточно экстрасенсорна, но она неправильно использует это почему-то в жизни. И правильно ты сказал, что и направление по работе кого-то бы не своим занималось. Вот это если бы она занималась не своим и согласилась бы внутри с этим, допустим, испытывала бы от этого удовольствие, у неё бы это тоже не отложилось. на процесс заболевания. Потом тут присутствует проблема, связанная с браком и воздействие, идущее от женщины. Это негатив. Это какая-то зависть к её семейному дому в прошлом, который как порча насмерть, я бы даже сказала. Ещё, возможно, я не исключаю её свою неправоту по отношению к кому-то. Тут в таких фатальных ситуациях человек должен использовать и этот момент раскаяния, чтобы в какой-то степени вспомнить всех, может быть, кому она на ногу наступила когда-то, постараться окунуться в эти воспоминания и принести свои какие-то извинения, я бы так сказала. Тут ещё, извини, я прерываю, у нас просто много вопросов. Тут мы, дорогие друзья, мы не даём же здесь консультации, вы же сами понимаете, мы делаем анализ. На анализ ситуации надо очень много. Надо и фотографии, надо ещё и даты родителей, и близких надо даты. Тут очень серьёзная вещь, но это будет называться консультация. Здесь не консультация. Это анализ, чтобы понять, что нам нужно делать с этой информацией. Вот о чём идёт речь. И вот сейчас написано о том, что кроме того, ещё у старшей дочи тоже онкология. Тут однозначно, тут даже не может быть двух мнений. Это только родовой негатив. И это вы сами не справитесь. Операция, операция, операция решит. Может быть, сиюминутную проблему, но, повторяю, даже если опухоль вырезана при онкологии, это не значит, что проблемы решены. Опухоль не возникает сама по себе. И это не физическое тело. Болезнь зарождается, кто бы чего ни говорил, но есть такое чёткое определение. Болезнь зарождается в тонком теле ума. Что это такое? Ну, вряд ли кто-то ответит на этот вопрос. Во-первых, что такое тонкое тело ума и что такое вообще ум и разум? На уровне астрально-ментального тела человека, на уровне его переживаний эмоций, его собственных сомнений, чтения диагнозов из Гугла, вот на уровне всего этого и формируется болезнь. Плюс, опять же, тот же негатив и негативное мышление, которое мы каждый раз в себя опускаем. Вспомните, сколько раз люди встают не с той ноги, не удовлетворённые чем-то, и они потом это отпускают в себя. И достаточно, это быстро накапливается. А болезнь уже идёт либо кармическая, либо родовая в том или ином месте, где положено, как говорится, хотя можно было бы избежать, если была бы профилактика. Да, ещё вот я бы сказала, что Мария практически не занималась своим здоровьем. То есть это не просто сегодня вот произошло. Это, да, родовой негатив, накопленный негатив элемент порчи и плюс на семью и на неё. И плюс это идёт ещё от несоблюдения каких-то правильных норм, то есть для своего собственного тела. То есть, возможно, неправильная пища, неправильная... Ну, в общем, тут очень много всего. Ну, много, много, да? Вода даже, да. Ну, ещё раз, это пока видимая причина, это то, что понятно на уровне физического тела. Вопрос совсем и гораздо глубже лежит, чем мы можем себе это представить. Этот вопрос, конечно, не для эфира. Елена, есть такой ещё у нас вопрос. Вот молодая девушка переживает за свою личную жизнь и предназначение. 14 апреля 90-го года, я тоже одновременно посмотрю, 14 апреля 90-го года зовут девушку Алина. Так, Алина, да? Да. Алина, Алина. Ну, тоже присутствуют проблемы в психосоматике через семейный дом. Очень нервная девушка. Нервная, потому что всё, опять же, переживания идут внутри неё, как будто бы не с кем поговорить. Ну, возможно, человек учится или учился какие-то, в принципе, в перспективе хороший заработок денег. Немножко направление, может быть, не совсем её. Но если взять это как первичное, чтобы дальше уже пойти искать себя, то, в принципе, это было бы нормально. У неё были в прошлом какие-то предательства, ну, как переживания сильные. То есть она очень сильно переживала какое-то предательство. И на основе этого предательства, я полагаю, что это могла бы быть личная жизнь, у неё сформировался, это может быть даже переживанием по поводу родителей. То есть у неё сформировался пробой, по любовно-семейным отношениям. Ну, как бы, это я пока поверхностно, да, смотрю. У неё присутствует хорошая амбиция. Немножко почему-то её видят ребёнком. Она не всегда может объяснить, что она хочет. Как бы, такая мягкая достаточно в чём-то девочка. Ну, присутствует негатив родового характера. Это то, что, опять же, связано с отцом. Почему-то тут как пробой идёт. И в какой-то степени почему-то вот агрессивность от других людей, она, ну, закрывается девочка сразу от агрессивности. То есть если начальник будет дураком, то автоматически она, ей трудно будет там работать. То есть это надо ей преодолевать. То есть стараться не пропускать через себя чужой негатив. направленность у неё карьера собственное даже может быть дело в будущем. Как бы, есть возможность брак-любовь. То есть к этому у неё тоже предназначена семья. Но у неё это в совокупности с работой, с каким-то направлением. То есть она тоже творческий человек, но, опять же, много направлений в голове. Немножко потеряла суть, чего бы она хотела. Плюс какой-то ритм жизни очень быстрый. Она не успевает подумать. Вот надо всё-таки останавливаться иногда, задумываться, дневничок какой-то вести там, может быть, своих мыслей. Иначе всё это убегает, убегает, и она потом не вспоминает и начинает тяжело переносит, если, допустим, что-то забыла. А это надо было записать. Да, хорошо. Спасибо. У нас ещё раз времени очень немного. Я могу единственное, что ещё добавить. Кстати, Алина, вы абсолютно гармоничны. Это редко встречается, скажем так, гармоничная матрица. И ваша сама оценка достаточно объективная, очень объективная. То есть вы себя хорошо оцениваете. Великолепная коммуникабельность. То есть, в принципе, я вообще не вижу причин, почему вы, может быть, одна. Тут, может быть, вот уж Елена сказала, пробой какой-то есть. Это да. Но, в общем-то, вы живёте не только для себя. Это качество долго и готовность помогать другим. Вы обладаете очень серьёзными качествами в этом плане. То есть у вас всё, всё очень гармонично. И целеустремлённость у вас на высшем уровне. На самом деле вы добиваетесь и здоровья, и энергии. Всё у вас, кстати, есть. Вам не надо заниматься точными науками. Это точно. Вам не надо заниматься. И чтобы я мог посоветовать, есть такое понятие холост, ну, скажем там, интимная составляющая, вот она у вас как бы очень невысока. То есть, ну, всё-таки надо заниматься вопросами тоже так, сексуальной направленности тоже. Это нормально. То есть человек должен иметь близость. Это вопросов здесь нет. Ну, вот тут у вас есть какие-то вопросы. И, наверное, Лена права, да, это предательство какое-то где-то в вашей жизни, наверное, присутствовало, вас кто-то предал. И это отложило отпечаток. Но я вам хочу сказать, просто так это не бывает. Где-то у вас в роду тоже было кто-то вот так вот было. Потому что это единственная составляющая, которая у вас очень низкая, вот эта вот интимная составляющая. Во всём остальном замечательно. Над Меркурием я бы посоветовал вам поработать. То есть вы совершенно замечательные, скажем так. Ну, во-первых, чувство юмора присутствует. Опять же, коммуникабельность присутствует. Вы должны быть замечательным диспетчером. Но у вас почему-то нет вот этой составляющей. Вам надо мантры, возможно, почитать, Меркурию и заняться этим вопросом. Ваш день, среда. На самом деле среда. И вот на среду планируете ваши все мероприятия важные. И, кстати, свидания тоже. И ваш цвет. Одевайтесь такой бирюзовый цвет. Это будет красивый цвет для вас. такой салатовый, бирюзовый, вот примерно зеленый. Но только не слишком насыщенный зеленый цвет. Это вот так, примерно вот так. Хорошо, у нас есть еще буквально, может быть, минут пять, а то и меньше. Ну, вопрос, какой еще есть. девочка, девочка Дарина, вот есть такая девочка Дарина, она родилась 2 февраля 2012 года. В общем, маленькие девочки, только две родились. Вот первая такая. Да, 2012 год, 2 февраля. Полно, огромное количество двоек, что говорит о совершенно потрясающей энергии этой девочке. То есть, не поседа, будет бегать, прыгать, ее трудно усидеть и усадить. Очень трудно. Так, ну, говорить, да? Да, да, да. И у нас очень коротко, у нас остается буквально несколько минуток. Ну, сразу скажу, что либо, как бы, сейчас не заложено еще, потому что ребенок маленький, но в какой-то сбой, может быть, по карьере, если четко не вставить в сознание ребенка правила какие-то и принципы, то есть, нельзя разбаловать. То есть, здесь нужна система этой девочке, нужна система, не исключаю достаточно хорошие способности творческого порядка, да, но, опять же, она достаточно двойственная, она может манипулировать людьми в свою пользу, то есть, здесь вам, родителям, надо обратить внимание, что, ну, как бы, она может использовать, что вы ее любите, там, в каких-то своих нужных целях, конфетных или еще каких-то, вот. Вот, у нее характер такой, то есть, она вроде веселая, активная, но внутри она все как-то переживает, то есть, тоже человек через эмоции пропускает, но не все показывает, то есть, на будущее с таким ребенком надо больше разговаривать. Какой-то есть негатив в семье по здоровью и вообще в ней присутствует, как будто бы это связано с мужчиной, возможно, отец или дедушка, то есть, что-то вот Полине оттуда идет как негатив, какое-то переживание идет. Лена, у нас времени, к сожалению, нет. Вот еще одна девочка, ее сестричка, она родилась 18 января 2015 года и на этом мы, наверное, закончим нашу программу. Так, а как ее зовут? Полина ее зовут, Полина. Так, скажи мне сразу, сколько лет, я не сооружу. Сколько лет? Два с половиной года. 18 января 2015 года. А, то есть, она младшая, да? Она младшая, да. Дарина и Полина 18 января. По поводу вот Дарины, ну, она компанейский, командный игрок, ну, может добиваться очень серьезных успехов. Она целенаправленно, целеустремленная и, конечно, она лидер, вообще-то говоря. Но ей в первую половину не стоит заниматься лидерскими позициями, не брать на себя. Она все-таки командный игрок. Так, говорите. А, да, а вот Полина другая история, да. Полина, во-первых, родителям надо обратить внимание, что старшая девочка ревнует. Здесь, чтобы не было у них вражды, на это просто тупо надо обратить внимание и провести так параллель, чтобы она, наоборот, друг друга не защищали и любили. Ну, Полина, она, по сути, еще ребенок немножко нервного плана, пока вот карьера у нее вообще как бы не видна. То есть, еще вот как бы все это на уровне любви родителей присутствует. Склонность к работе с людьми в будущем будет, как бы, и не исключаю, что в прошлом, да, как бы, в прошлой реинкарнации она тоже работала, может быть, с людьми, может быть, медицина или что-то в этом роде. Ну, она очень, не то что избалована, вы ее, как бы, выделяете, потому что она не всех пускает к себе, как бы, немножко она вот у вас выпечена больше, чем Дарина почему-то. Опять же, девочке так же, как и старшей сестре, важна будет систематика знаний, но она более внутри себя. Вот эта девочка еще больше внутри себя, то есть, опять же, нужно будет родителям обратить внимание на большую разговорчивость, чтобы она могла доверять в семье, какая-то она вся скрытная. Понятно, хорошо, хорошо, Лена, спасибо большое, время нашей передачи подошло к логическому завершению. Благодарим тебя за очень интересный рассказ, анализ. Ну и, дорогие друзья, если будут какие-то вопросы, вы можете позвонить вот через две минуты, я уже буду на связи. 847-226-9956. Елена Порецкая, экстрасенс, парапсихолог, медиум, есть человек, который разбирается в очень многих вещах. Спасибо. Всего доброго. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok